В Адлере накануне расстреляли мужчину. Убийство произошло на улице Урожайной возле торговых рядов. Приговор, демонтаж. Еще одну нелегальную трубу со стоками обнаружили в Барановском сельском округе. Вперед за Сочи! Сегодня прошел первый городской конкурс среди школьных групп поддержки. В Сочи разыграны первые медали. Стартовал Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Жилье в подарок. Губернатор Вениамин Кондратьев вручил ключи от новой однокомнатной квартиры Александру Шагалову, учителю Года России. Глава региона побывал на уроке русского языка у победителя конкурса и, общаясь с восьмиклассником, отметил, что им очень повезло, что у них есть такой педагог. Он не просто учит литературе и орфографии, а заставляет их думать и мыслить. А уже после уроков за чашкой чая глава региона побеседовал с учителями Армавирской школы номер 7. Сегодня мы говорим о том, как сделать так, чтобы учителя поставить на высокую социальную площадку. В рамках города сложно, края пытаемся. Учитель должен встать на высокую социальную площадку. Тогда мы будем иметь гарантированное, обеспеченное завтра. В неформальной обстановке глава региона и педагогический коллектив говорили об образовании в крае и о том, каких успехов удалось достичь как учителям, так и их ученикам. Рабочий день губернатора края в Армавире продолжился встречей с жителями города. А в Сочи идет расследование громкого дела. В Адлере накануне расстреляли мужчину. Убийство произошло на улице Урожайной возле торговых рядов. Стреляли из автомата. Вечером 23 октября погибшего с шестью огнестрельными ранениями обнаружили местные жители. Известно, что мужчине было 39 лет. Он не сочинец. На первоначальном следственном действии и адресных мероприятиях установлена возможная причастность к совершению данного преступления 30-летнего мужчины. Его местонахождение в данный момент устанавливается. Следователем осмотр места происшествия завершен. Назначены судебно-медицинские баллистические эксплуатации. Проводятся необходимые честные действия и адресные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива. В рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины объявлен в розыск уроженец Республики Абхазия. В федеральный розыск объявлен 30-летний Владимир Джансузян, проживающий в Адлерском районе. Приметы на вид 35 лет, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Особые приметы нет левой ноги, носит протез. Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам 240 29 23 240 55 98 либо 02. В Дагомысе снова авария. В субботу на повороте с Батумского шоссе на улицу Гайдара там перевернулась машина. На картинке с камеры видеонаблюдения заметно, как с крайней правой полосы в поворот не вписывается темный автомобиль. Что стало причиной? Лысая резина, влажный асфальт или ручной тормоз? Неизвестная информация о пострадавших нет. В Сочи в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Местами порывы до 16 метров в секунду. Администрация города просит жителей и гостей курорта быть осторожными. Продолжаем. Валдай снова в Сочи. Международный дискуссионный клуб собрал на курорте ведущих зарубежных экспертов. Ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке. Миграционный кризис отношений России и ЕС. Все самые горячие темы международной повестки обсудят участники дискуссионного клуба «Валдай», который проведет свое 13-е заседание в Сочи с 24 по 27 октября. Организаторы форума признают, несмотря на разговоры об изоляции России, интерес зарубежных экспертов и политиков к диалогу с российскими коллегами растет с каждым годом. Будущее начинается сегодня. Контуры завтрашнего мира. Так звучит общая тема заседания. В этом году на Валдай ожидается аншлаг. Участие подтвердили более 130 экспертов из 35 стран от постсоветских республик до США. Гости из Монголии, Кореи, ЮАР и Сирии будут в этом году новичками. В Сочи приглашены экс-президент Финляндии Тарья Халанен, президент Австрии с 2004-го, по 2016 год Хайнс Фишер, бывший премьер Австралии Кевин Рад, многие авторитетные западные и азиатские дипломаты и политологи. Планируется, что с участниками клуба встретится и президент России. В Сочи не прекращается интенсивная работа по пресечению сброса неочищенных канализационных стоков на рельеф. В каждом районе города созданы специальные мониторинговые группы. Так, например, благодаря их работе в Адлерском районе из 13,5 тысяч объектов, лишь 76 пока не заключили договоры со специализированными компаниями по вывозу ЖБО. Однако в этом вопросе все еще остаются недоработки. На этот раз устранять их пришлось в Хостинском районе. Более полутора тысяч объектов в Хостинском районе все еще необходимо привести в соответствие с природоохранным законодательством. Так, в Барановском сельском округе в переулке Армянске комиссионная группа исполняет постановление о демонтаже незаконной канализационной коммуникации. Много лет подряд эта подземная труба незаметно отравляла экологию. Кроме того, что мы налагаем на этих людей штрафы, ну и понуждаем их к заключению договоров с организациями, которые должны вывозить эти стоки, если мы находим, ну такие подземные люди хитрят, делают подземные какие-то трубы для вывода в реку, мы занимаемся их уничтожением, потому что они ни с кем не согласованы, они были проведены вне норм закона, но и нарушают все санитарные требования. В комиссионную группу входят не только сотрудники администрации, но и представители Росприроднодзора, водоканала, а также участковые. За последние полтора месяца ими было обследовано порядка 300 объектов. Из них в девяти случаях были составлены административные протоколы, а 10 объектов ограничены в водоснабжении. Об этом и доложил на специальном совещании исполняющий обязанности главы Хостинского района Павел Нестеренко. Создана комиссия, направляется уведомление жителям, у которых выявлены незаконные стоки. И направляются уведомления Сочи Водоканал для ограничения водопотребления у нарушителей. Согласно плану, все объекты должны быть приведены в соответствие до 31 марта 2017 года. Однако это только первый этап. Следующий шаг – проверка уже очищенных стоков на содержание вредных веществ. Сегодня мною еще раз дано поручение Департаменту городского хозяйства об ускорении необходимости создания лаборатории при нашем МУПе водосток, которая бы отслеживала качество уже перетекаемых этих стоков из септиков и из лосов. Также Мугдин Чермит отметил, что подобные работы должны проходить на постоянной основе в любом из районов города до тех пор, пока все канализационные объекты начнут служить не только на благо человека, но и перестанут наносить ущерб окружающей среде. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Не успев перевести дух, после летнего курортного сезона гостиничный комплекс Сочи вновь готов включиться в работу и принять новый уже зимний туристический поток. Сейчас все службы размещения должны пройти обязательную классификацию и отвечать всем требованиям высокого уровня сервиса. Именно этой теме и было посвящено совещание в администрации города. В сентябре в городе работает штаб о подготовке к зимнему туристическому сезону. Согласно постановлению администрации, любое средство размещения на территории Сочи должно иметь свидетельство о присвоении категории. Это обязательное правило для каждого ательера или владельца гостиницы. В противном случае оказание услуг в данной сфере будет считаться вне правового поля. Более 1170 гостиниц прошли классификацию и сейчас около 460 они находятся в различных стадиях. То ли заключили они договор с предприятиями, которые классифицируют, то ли оплачивают это. И это сейчас ведется работа. Есть те, которые, как бы сказать, трудно идут на эту работу, поэтому прокуратура вместе с администрацией передает эти дела в суд. Все объекты, где останавливаются туристы, должны не только соответствовать присвоенному количеству звезд, но и отвечать всем нормам безопасности. Антитеррористический паспорт – еще один обязательный документ для оказания услуг. Уделяется большое внимание и вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. В первую очередь касается это местного населения. В городе проводится большая работа по вакцинации, в том числе и субъектов, которые оказывают услуги размещения, питания. Это обязательное мероприятие для зимнего сезона, чтобы нам в зимнем сезоне избежать вспышки заболеваний ОРВИ, гриппа в том числе. По данным туроператоров, в этом году Сочи вновь входит в пятерку самых популярных мест для семейного отдыха. В новогодние каникулы ожидается крайне высокая туристическая загруженность, готовиться к которой необходимо уже сейчас. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Сочинский художественный музей отметил двойной юбилей. 80 лет самому зданию и 40 лет работе музея. По случаю круглой даты сотрудники художественного музея подготовили юбилейную экспозицию, включающую в себя 100 произведений живописи и графики, которые ранее не выставлялись. Это здание в 1936 году было построено по проекту архитектора Жалтовского для административного центра, уполномоченного ЦИПК СССР. И только в 1976 году здесь открылся выставочный зал изобразительного искусства. В честь юбилея художественный музей объявил день открытых дверей. На вернисаж пришли гости курорта, сочинцы, а также руководство города. Сегодня это дом хорошего понимания этого слова художника, прежде всего художника города Сочи. И в этом доме можно и повстречаться, можно и пообсуждать проблемы, и, конечно, сделать выставку. И я, как мэр города, считаю, что художественный музей со своими задачами справляется вполне. Была возможность перед Олимпийскими играми нам сделать капитальный ремонт фасадов, ровли, отремонтировать выставочные площади. Это сделано, более того, усилиями коллектива художественного музея, его креативностью. Я очень этому рад. Была проведена модернизация. И сегодня у нас медийные выставки, они наиболее, скажем, прогрессивные. Ну а выставка, посвященная юбилею художественного музея, это уникальное соединение подлинных произведений искусства, раскрывающее богатство культурного наследия нашей страны. В экспозиции представлены работы советских художников 20 века, среди которых такие известные мастера, как Дейнека, Низский, Григорьев, Игумнов и многие другие. На полотнах разных лет изображены живописные виды Сочи, Москвы, Петербурга, других городов страны, а также индустриальные пейзажи, портреты и натюрморты. Продлится выставка, собранная из основных фондов музея, до конца года. Мой Сочи, я тобой горжусь. В Адлерском районе проходит очередной этап фестиваля народного творчества, приуроченный к празднованию Дня города. На площади у района администрации были представлены вокальные и танцевальные номера местных коллективов, а воспитанники детской художественной школы номер 2 и школы искусств номер 6 подготовили для жителей и гостей Адлерского района интересную выставку картин. Каждую субботу творческие коллективы, учреждения образования, культуры демонстрируют свое художественное творчество, вокальное, танцевальное, прикладные виды творчества. Каждую субботу перед администрацией великолепный праздник. Фестиваль «Мой Сочи, я тобой горжусь» стартовал в сентябре этого года и уже привлек к участию сотни детей. Они не только показывают свои таланты, но и соревнуются между собой. Итоги фестиваля будут подведены 20 ноября. Лучшие коллективы выступят на гала-концерте в День города. Сочинцы увидят «12-ю ночь». На курорте стартовал Международный театральный фестиваль имени Чехова. Показ уникального спектакля по пьесе Уильяма Шекспира посвящен году языка и литературе Великобритании и России 2016 и поддерживается Британским советом. Впервые спектакль «12-я ночь» был представлен зрителю на Чеховском фестивале 13 лет назад. Затем его играли на престижных площадках и театральных фестивалях в 18 странах мира. Легкий, веселый спектакль, полный шекспировского юмора, сразу полюбился зрителям. Но в Сочи эта постановка еще ни разу не была. Это историческое событие, потому что это фестиваль высочайшего интеллектуального уровня. Это фестиваль высочайшей художественной пробы, о котором мы мечтали на самом деле. Попытки привезти этот фестиваль сюда уже были. И сегодня вот этот десант во время уже 12-го международного фестиваля я расцениваю как историческое событие, потому что все равно этот фестиваль наконец-то, будем считать так, пришвартовался в нашем городе Сочи. Мы точно, Валерий Иванович, сделаем все, чтобы он получил здесь постоянную прописку. Популярная постановка создана британским творческим тандемом режиссера Деклана Доннелла, она и художника Ника Ормарада. И по исконно английским традициям все роли исполняют мужчины. В спектакле задействованы известные российские актеры Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Александр Арсентьев, Евгений Самарин и другие известные российские актеры театра и кино. В Зимнем театре, к сожалению, театральные спектакли показать очень сложно по техническим причинам. Мы ведь на свой страх и риск привезли сегодня спектакль. У нас ни гарантии нет, ни уверенности, что мы соберем этот зал. Мы продаем сами билеты. Взяли «12-ю ночь», взяли Шекспира, чтобы, может быть, все-таки интеллектуальной части города Сочи показать работу. Мы ее недавно восстановили. Она очень с большим успехом идет у нас в разных странах мира. Примеры шекспировской пьесы для сочинцев пройдет на сцене Зимнего театра 24 и 25 октября. В минувшие дни в Москве традиционно прошли две недели моды, в рамках которых в своей коллекции показали ведущие дизайнеры. В одной из них Mercedes-Benz Fashion Week Russia принимала участие сочинский дизайнер Юлия Иванова. Она представила свою коллекцию «Пробужденная», созданную в сочинском доме моды. По словам самой Юлии, постоянным источником вдохновения для нее всегда остается родной город Сочи с его неповторимыми оттенками. Ивановой вновь успешно удалось продемонстрировать авторский почерк. Это графика силуэта, вычистота линии, рождение красоты из деталей и сочетание элементов, присущих больше мужскому костюму с плавностью линий, соответствующих женской фигуре. Наметившейся тенденцией нового сезона Юлия считает любовь к русскому стилю, который явно читается в силуэтах летящих сарафанов, многослойности образов и обилии декора и аксессуаров. Яркая обувь для коллекции была изготовлена по эскизам Юлии с сочинскими мастерами. Коллекция не оставила равнодушными всех гостей показа. Среди них модельер Вячеслав Зайцев. Он высоко оценил коллекцию, созданную в сочинском доме моды. И к другим новостям. Выбран официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018. Это «Волк» по имени Забивака. «Волк» разработан и студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой, получивший имя Забивака, набрал 53% голосов, опередив тигра и кота. Более миллиона человек приняли участие в голосовании, которое проходило на платформах FIFA, а также во время прямой трансляции на Первом канале. Вместе с тремя претендентами на победу, участником церемонии стал легендарный бразильский футболист, двукратный победитель чемпионата мира Роналдо. Четыре года назад именно он представлял на бразильском телевидении официальный талисман чемпионата мира 2014. Теперь «Волк Забивака» готовится встречать болельщиков всего мира в России. В Сочи сегодня прошел первый городской конкурс среди школьных групп поддержки «Вперед за Сочи». Участие в нем приняли пять команд из школ Центрального и Хостинского районов. Борьба развернулась нешуточная, ведь главный приз выступления перед многотысячной аудиторией болельщиков в Ледовом дворце Большой на одном из матчей хоккейного клуба «Сочи». Какая группа поддержки оказалась лучшей, расскажем в нашем следующем материале. Перед началом конкурса выступление официальной группы поддержки хоккейного клуба «Сочи» и идейного вдохновителя нового для курорта состязания. Позже эти профессиональные чирлидеры заняли места членов жюри первого городского конкурса школьных групп поддержки. К ним присоединился и самый настоящий хоккеист Сергей Большаков, голкипер сочинских леопардов. В конкурсе приняли участие пять команд из школ Центрального и Хостинского районов. Неплохо для первого соревнования, говорят организаторы. Чирлиндинг – это не очень распространенное в нашем городе на удивление направление. Сегодняшнее мероприятие покажет, но надеюсь, что он станет ежегодным и традиционным. И, конечно, от пяти участников у нас на следующий год, думаю, будет большее количество. Музыкальный номер не менее двух минут. Жюри выставляет оценки от одного до пяти баллов. Оценивается синхронность, идея и артистизм. Дополнительные очки за пирамиды и акробатические трюки. В итоге лучшими были признаны сразу две команды – коллективы из гимназии. Номер восемь и четвертой школы. Мы все, вся команда, мы вообще не были знакомы, и мы все познакомились на репетициях. И мне кажется, это очень большой опыт. Теперь за каждой из двух команд закрепят куратора из группы поддержки ХК «Сочи» для подготовки к финалу. Он пройдет в Ледовом дворце «Большой». Школьные группы поддержки выступят перед многотысячной аудиторией болельщиков сочинских «Леопардов» 19 ноября во время матча против Салавата Юлаева. Там и назовут имена лучших. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Формула успеха – это название городского фестиваля, который финишировал в Сочи, проходил он на стадионе детско-юношеской спортивной школы номер один. Формула успеха собрала победителей районных этапов фестиваля. Они проходили с 10 по 16 октября для школьников с 13 до 17 лет. И уже здесь, на стадионе детско-юношеской спортивной школы номер один, эти 10 команд готовы были к любым состязаниям. «Мы молодежь 21 века, всегда и везде мы добьемся успеха!» «У них такой творческий конкурс. Они проходят пять станций, и эти станции и спортивные, и творческие. И здесь в основном формирование командного духа, то есть это командное участие». Различные испытания проводились по пяти тематическим направлениям. Например, «Берегись автомобиля». На станции ГАИ оценивались знания ребят по правилам дорожного движения. Также их учили распознавать сигналы и жесты регулировщика. И даже самим разрешили побывать в роли автоинспекторов. «Мы оцениваем по пятибальной шкале, как и все. И вторая станция – нужно собрать дорожные знаки из пазлов и сказать, как называется каждый знак и что он обозначает». Школьникам предстояло по состязации и в других направлениях даже за короткое время сделать классную молодежную прическу. «Творчество спасет мир». Ребята отгадывали автора по очереди Растишью и делали прически. Ну вот, как вы можете заметить, такую красоту. А «Моя профессия» ребята отгадывали по ключевым словам название профессии. Большее оживление, конечно, наблюдалось там, где нужно было продемонстрировать свои спортивные возможности. Это издача норм ГТО и участие в веселых стартах. «Здравствуйте! Здравствуйте!» Организаторами фестиваля стал городской отдел по делам несовершеннолетних, Управление по образованию и науке, Управление молодежной политики, Департамент физической культуры и спорта и Управление культурой администрации города. «Сплачиваемся в команды, и какой-то внутри возникает командный дух, который помогает нам двигаться вперед, и это становиться дружнее, и объединяться, и приходить всегда на выручку друг к другу». Цель одна – не разделять детей на трудных и успешных, а дать возможность всем в одинаковых условиях проявить себя, будь то спорт, творчество или даже профессиональное мастерство. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Мировые корпоративные игры. В Сочи они прошли второй раз в этом году на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт». Игры организованы фондом поддержки и развития физической культуры и спорта и проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростех». Именно эта структура, когда в нее влился ряд предприятий еще в 2009 году, задалась целью создать внутри большого коллектива определенную атмосферу. Для этого были избраны разные направления. Одним из основных мы считали спорт, который позволяет быстрее узнать друг друга, лучше узнать друг друга и, конечно, обязательно сказывается на отношениях на работе. Поэтому мы придумали такую форму корпоративные игры. Сначала это были с 2009 года мы начали корпоративные игры, внутренние, зимние, летние. И в основном они проходили в Москве, потом мы стали делать выездные. В течение трех дней участники могут отдохнуть от своей основной работы и поучаствовать в различных соревнованиях. А в Сочи как на заказ выдалась исключительно теплая солнечная погода. Свыше 400 участников, очень много видов спорта, от дартса, стрельбы, настольного тенниса, волейбол, баскетбол, футбол и другие виды спорта. Мы, конечно, рады, что и Ростех пришел на наши площадки в город Сочи. Число участников корпоративных игр с каждым годом увеличивается. Причем приезжают специалисты абсолютно разных отраслей, от машиностроения до индустрии кино. Присоединяются и иностранные делегации. Для меня цель выступить хорошо на этих соревнованиях, показать свой уровень игры, достойно представить свою организацию и по возможности победить своих конкурентов. Мы все любим спорт, занимаемся спортом и для нас это как жизнь. Как раз представители Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики больше всего завоевали медали. Женщины стали первыми в волейболе, отжимании, шашках, мужчины в дартсе и нардах. Лучшие среди футболистов игроки из компании «Вертолеты России». По результатам ГТО лидерами стал «Техмаш». Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи сегодня разыграли первые медали в рамках Кубка России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В борьбу за титул чемпиона вступили как мужчины, так и женщины. Всего более ста спортсменов со всей страны. Расскажет Ольга Десятого. На пять дней один из залов Федерального центра единоборств «Югспорта» превратился в площадку для соревнований сильнейших пауэрлифтеров страны. Сочи принимает сразу два турнира. Чемпионат России по жиму лёжа, а в турнире участвуют слепые спортсмены. И Кубок страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего к штанге выйдут более 150 спортсменов из 40 регионов России. Спортсмены, несмотря на поражение опорно-двигательного аппарата, работают с приличным весом и могут дать фору даже здоровым атлетам. Пауэрлифтер из Якутии Владимир Былынец – серебряный призер Паралимпиады 2012. Он поднимает вес в 3,5 раза больше собственного. Его рекорд – 182,5 килограмма. Более того, он победитель чемпионата России среди здоровых спортсменов. Сегодня рекордсмену удалось подтвердить высокий титул. Для того, чтобы стать победителем Кубка страны в категории 49 килограммов, Владимиру понадобилось всего две попытки из трех. Взяв вес в 156 килограммов, он обошел тяжелоатлетов из Краснодарского края и Башкортостана. Приехал не за рекордами, а за званием чемпиона. Из-за этого на большие веса не ходил, а с тренером играли тактически. Каждый подход мы прибавляли по одному килограмму и тем самым завоевали золотую медаль. Вообще в Сочи приехал звездный состав тяжелоатлетов. Сегодня они борются не только за медали турниров, но и за путевку в сборную страны. В спорте слепых спортсмены здесь отбираются в состав сборной команды Российской Федерации. Спортсмены с поражением пода также идет процесс завершения состава сборной команды. И, наверное, как этап подготовки на международные соревнования, которые состоятся в ноябре в Польше. Соревнования в Сочи завершают сезон тяжелоатлетов-паралимпийцев. Далее подготовка к чемпионату России 2017. Ну а пока впереди еще четыре дня соревнований на Черноморском побережье. Кстати, вход на турнир свободный. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до свидания.